друзья всем привет сегодня мы записываем очередное наше real estate шоу о недвижимости и самый главный вопрос обычно который задают в наших видео недвижимости сергей когда наконец вы будете разыгрывать свой шарф вот видите у меня шарф такой с красивыми глиновыми листьями ответ никогда никогда потому что во первых это мой шарф а во вторых он настолько старый что его уже надо просто выбросить понимаете не то что кому-то передали то просто выбрать но мне очень нравится я очень люблю поэтому я его нашел с этим разобрались теперь мы говорим сегодня каждый раз когда мы делали видео игре сергей да вы с ума сошли ну сколько можно говорить там какие-то дома за миллион 100 там 900 тысяч да где вы нашли вообще этих людей которые все это добро покупает покажите нам пожалуйста что нибудь ну что чтобы это было вот немножко так по карманам вот сегодня мы вам показываем кондоминиум видите это четырехэтажное здание я хотел сказать о том что мы в принципе не пытаемся вам ничего продавать и в данном случае эта квартира тоже не продается мы просто показываем его как образец эта квартира одного из моих клиентов молодая девушка которая была одна не замужем не так сказать не не с кем а и никто и не помогал ей покупать не движется она только не так давно нашла к тому времени работу неплохо оплачиваем работу но буквально вот свежий и ей удалось эту квартиру купить что стоит вам знать про кондоминиум это вот любое такое здание она обладает кондо фи то есть вот те деньги которые платят за содержание билдинга и это соответственно называется кондоминиум что вам нужно знать кондоминиум вот если вы допустим наташа вам сейчас показывает балконы вы не можете пардон повесить туда свое нижнее белье сушиться это запрещено вы не можете вот как у нас было в россии принято застеклить вот да чтобы она была как верандочка такая вы этого не можете сделать все что вы делать это только с разрешение корпорации несмотря на то что билдинг у нас всего четырехэтажный в нем есть лифт мы сейчас идем в лифт специально проверить работает он или нет он обычно никогда не работает а это кстати говоря окошки почтовые ящички насчет того что лифт никогда не работает я конечно же пошутил потому что он всегда всегда работает нам нужен второй этаж всего видите у нас всего четыре этажа и мы едем с вами на второй этаж как ни странно но саташ когда были в отеле помните там было двухэтажное здание мы тогда удивились что не было лифта да а этому зданию примерно 25-30 лет все очень чистенько так аккуратненько а вот здесь вот такая лестница есть вот я вам сейчас покажу то есть крички можно без лифта подняться просто по лестнице но такая вот здесь вот выбрасывается мусор давай давай вот сюда вот все кладут мусор кстати говоря да да он убирается каждый день а еще самое интересное что в доме есть домофон да у каждого не надо показывать но как бы да это звонок снаружи то есть человек хочет отзывается хочет нет кстати говоря когда я стоял на паркинг разговаривал это паркинг не для людей которые в билдинге живут это для гостей сейчас открывает это в том случае если кто-то из наших друзей приехал к вам в гости ему надо где-то поставить машину господа теперь мы с вами находимся уже непосредственно внутри квартиры давайте я напомню о том что его купила одна из моих клиентов молодая девушка которая на тот момент только-только получила работу стоимость этой квартиры на тот момент составляла двести восемьдесят девять тысяч долларов по памяти и купили мы ее за двести восемьдесят пять тысяч то есть немного нам уступили почему потому что цена этой квартиры изначально была вполне довольно здравой когда это было серёж скажи когда это было три года назад два года два с половиной года назад вот как мне кажется на сегодняшний день стоимость этой квартиры поднялась но скорее всего вряд ли это квартира уже конечно поднялась в цене но я думаю что и даже сегодня можно купить где-то в пределах трехсот трехсот десяти тысяч долларов может быть немножко дороже помните вы просили нас рассказать о какой-то такой очень приемлемый по деньгам недвижимость этого то что мы с вами делаем теперь давайте я начну показывать значит вот здесь как всегда напротив двери на входе есть раздевалочка гардеробная не очень большого размера но в принципе достаточно видите здесь если удобно организовать суммы вместе все можно достаточно нормально поместиться площадь этой квартиры по памяти где-то семьсот девяносто восемьсот квадратных кудров то есть опять же грубо переводя в метр это получается восемьдесят квадратных метров общей площади опять же помните мы говорили что в канаде мы говорим про общую площадь то есть не знаю насколько камера передает это пространство но я бы сказал что в канаде при с учетом того что это односпальная квартира с дэном с кабинетом то есть вот это в принципе нельзя использовать как спальню потому что нету окна то есть это кабинетик такой то есть грубо говоря это практически односпальная квартира но тем не менее для по канадским меркам у нее в принципе довольно большая площадь теперь вы меня спросите что вы будете платить за нее если вы скажем купили эту квартиру 400 долларов наташа мне подсказала maintenance fee в которой фактически ничего не включено то есть они в эти деньги включают лишь только обслуживание здания это будет соответственно snow removal уборка снега и пак островы ну плюс уборка территории обслуживание лифта соответственно паркинга да вот помните мы когда ставили с наташей на паркинге это только для людей которые приехали навестить того человека который живет в этой квартире допустим ну в этом здании имеется ввиду да то есть у них под землей находится отдельный паркинг куда вы должны иметь специальный брелочек нажимаете в машине ворота открывается мы вам сейчас похоже немножко это покажем значит 400 долларов вы платите в месяц за содержание территории плюс я бы сказал бы что это где-то в районе 200 долларов вы платите налог за недвижимость то есть свет газ вода вот это все хозяйство вы платите дополнительно но тем не менее я бы сказал вот так мы находимся кстати говоря в городе берлинтон то есть на машине если ехать до торонто это будет наверное хороших минут 40 наверное без трафика столько же наверное на электричке да наверное примерно так же то есть это в общем то не торонто это немножко за городом то есть идет в западном направлении торонто потом город миссисага около берлин то есть это определенная дистанция но тем не менее если вы хотите купить что-то достойное по деньгам так чтобы вам не нужно было покупать там за 700-800 тысяч долларов то возможно это хороший вариант вот у нас тут еще один герой ну и конечно все зависит от того где вы работаете по большому счету зачем жить например в торонто если работаешь где-то поблизости здесь именно так если вы работаете берлин то зачем вам ехать куда-то в трафик сидеть в даунтауне в пробках прекрасно вот собственно говоря девушка которая живет в этой квартире она же в этом городе и работает поэтому собственно добирается она не очень далеко кстати говоря кстати говоря вот квартира в оригинальном виде так сказать никто здесь никакого ремонта и реновейшн не делал не делал да то есть вы видите в том виде в котором она покупалась мне очень нравится здесь вид из окна посмотрите очень красиво расположено здание так что из окна вид вот совершенно на деревья да зеленый очень вид а мы тем временем продолжаем показ то есть я вам показал где мы находились в зале да теперь если вот мы сюда пойдем эту комнату маленькую комнату это односпальная квартира в которой есть кабинет и вот кабинет это в общем то довольно приличного размера как настоящий ревелтор я конечно забываю каждый раз взять с собой замерный инструмент поэтому как всегда ноги слава богу при себе раз два три с половиной метра и примерно столько же по ширине то есть в общем то довольно приличного размера кабинет и в нем кстати говоря есть шкаф то есть вот Наташа сейчас вам покажет видите есть довольно большой просторный шкаф то есть это фактически можно использовать как спальня единственное что здесь нет окна теперь мы с вами двигаемся дальше и идем уже в саму сначала не в саму спальню мы сначала попадаем в туалет в ванну здесь все у нас вместе да то есть вот раковина тут же находится внутри стиральная сушильная машина ванная унитаз и наконец отсюда мы уже попадаем с вами спальню где ну собственно говоря люди живут из 5 не знаю как это получается не важно значит по размерам я опять же вам скажу где то наверное сколько метров 12-13 квадратных примерно в метрах я имею ввиду если говорить про площадь этой спальни то есть в общем довольно приличного размера в принципе вот пожалуй и все единственное что я еще хотел напомнить мне как-то задавали вопрос вы и Сергей всегда говорите о том сколько она стоит если ее покупать если эту квартиру вы захотите арендовать то она будет стоить где-то примерно полторы тысячи долларов в месяц но туда будет включено все кроме хайдра то есть дели тысячи как правило обычно принято платить отдельно потому что каждый тратит его по-своему да то есть никто не знает сколько вы будете ну или в принципе как договорятся по большому счету или как договорятся да бывает что вот Наташа правильно говорит что бывает что лендлорд хозяин квартиры говорит слушай давай так ты меня будешь платить там допустим скажем 1600 долларов в месяц и все и мы с тобой шиты крыты дальше больше ты ничего не должен отдельно платить вот такая примерно идея сейчас мы здесь заканчиваем и пойдем с Наташей покажем вам как мы въезжаем в гараж какое парковочное место и может быть нам удастся показать вам даже ордер теперь по нашей старой доброй традиции мы берем эксперта практически с улицы как обычно вот и она нам сейчас эта женщина расскажет что она думает по поводу этой квартиры сереж но совсем недавно ты меня спрашивала хочешь ли ты поехать в дом за миллион сто тысяч я сказала нет но неужели это соглашусь на эту квартиру конечно же нет но что мне нравится здесь кстати говоря то что мы показывали здесь есть второй выход выход и emergency как бы эвакуационный выход мало ли чего случится да ты не в бункере у тебя есть один выход с которого мы зашли вход и другой выход ну да вот что мне еще нравится вот в этой вот эре как будут в этом районе зеленый очень район да вот и поэтому и мы смотрим здесь все гуляют с собаками здесь у всех много животных и как бы здесь то есть такая немножко загородная жизнь загородная жизнь и мне нравится здесь большие в общем-то площади посмотрите какая квартира в общем-то огромная так вот для одного человека для двух прекрасно то есть она большая но при этом она все равно оформлена вот но если еще интересно покажи серёж это вот билдинг был построен примерно 25-30 лет назад посмотрите здесь есть регуляторы тоже температуры то есть автономное отопление и здесь кондиционер в билдинге есть то есть который не сам устанавливаешь а он уже автономность как бы стоит и только температуру поменяешь которая тебе нужна и это здорово кстати говоря всегда спрашивает о том у Сергей вы никогда не говорите включенный парком мы никогда об этом не говорим потому что он практически всегда включён в квартире всегда есть хотя бы одно парковочное место в даунтауне торонто иногда бывает исключение правил когда нет то есть там слишком мало места для них а вообще вот так вот за горами если покупаете квартиру парком всегда есть хотя бы один ну хорошо а вот так вот скажем для дочери ты бы хотел бы такую квартиру ты считаешь что для начального для начальной покупки это неплохо ну да я считаю что это совсем неплохо вот и в канаде конечно у нас пока все еще доступный моргич да то есть взять лон на квартиру это примерно это примерно 3 процента стоит кредит и в общем вот это вот квартира примерно стоит 600 мы так примерно прикинули 630 долларов каждая каждой вторую неделю такой есть да чтобы людям голову не морочить то есть 1200 долларов в месяц как-то тогда да вот примерно такая идея да вот слово у нас еще берет котовский что-то пытается сказать но мы не поняли что так теперь мы идем в сторож рум здесь вот что-то такое для механиков здесь сам лифт а вот сама комната на что открывай тогда я вот так вот да очень много раз меня спрашивали что такое локер как он выглядит и вообще что это за чудо такое необыкновенное вот такая кладовочка небольшая в которой вы можете складывать летом вы туда кладете лыжи самки свои какие-то вещи которые вам не нужны а зимой наоборот кладете скажем допустим там велосипед на котором вы катаетесь летом да вот так это выглядит вот вся идея и у каждого у каждого жильца есть отдельная своя такая кладовочка она включена также как и паркинг стоимость покупки вы когда покупаете уже квартира идет из с хранилищем и с паркингом вы знаете что мне нравится везде чисто вот чисто вот давайте я покажу полы и вы сами посмотрите кругом чистенько очень даже а теперь мы идем с вами гараж как видите все кругом на замочках на ключиках то есть вы так больно никуда особенно ну да и вот кстати говоря вот этот garbage bins да это ресайкл вот этот зелененький это для продуктов я так понимаю детские какие трусишки а это вот для остального мусора и вот мы с вами говорили помните о том что в каждой квартире идет со своим паркингом то есть грубо говоря если вы покупаете эту квартиру то вы будете иметь вот такое какое-то одно место на которое вы можете поставить свою машину представьте себе что мы выезжаем на машине с гаража просто мы решили свою машину не загонять но чужой паркинг все-таки это квартира к нам никакого отношения не имеет вот кстати говоря дайте я вам покажу как выглядит система отопления в гараже вот так вот она отапливается вот такой агрегатный узел который выделяет тепло все это как правило обычно на газу и вот сейчас вот мы вам открываем ворота такой вот так покажи пожалуйста вот такой брелочек у вас обычно стоит в машине вот он нажимаете когда подъезжать обычно его подвешивать где-то под наверху лобового стекла и когда вы подъезжаете вы просто нажимаете на кнопочку гараж открывается друзья ну вот мы вам показали такую квартиру мы выполнили свое обещание показать вам не не очередной дом за полтора миллиона долларов а какую такую очень посильную по деньгам квартиру я думаю что у вас есть представление о том что если вы молодая пара если вы только или вы допустим не молодая пара но вы только-только приехали в канаду то вот для начала вы можете купить такую квартиру и это будет очень посильно по вашим платежам потому что в принципе вы можете в итоге выйти даже где-то на уровень оплат по аренде особенно если вы внесете какой-то приличный даунпэйма то вы наверно будете примерно платить столько сколько вы будете квартиру арендовать но это всегда лучше жить в своем собственном жилье правильно спасибо за ваше внимание надеюсь вам было интересно всего самого замечательного до следующего раза и пока а что а а что и а